Здравия соратники и снова с вами цельнозор из своего домашнего гаража с новостями о бифилярке. Бифилярная катушка замечательная вещь и это не только источник биоэнергии, но и источник, скажем так, осознанности, новый источник осознанности. И я сейчас хочу показать вам всем, продемонстрировать то, что говорил Тесла и то, что он называл новое состояние сознания. Вот прекрасный такой, замечательный синусоида, такая замечательный график. Сломал. Настройку сбил. Очень сложно найти, ну вот где-то так, ну неважно. В общем, красивая синусоида, причем с акцентом вниз. Это говорит о том, что там больше отрицательных, как бы скажешь так, плюс-минус, в общем, минусовых токов в резонансной частоте. Но не суть. Суть в том, что я попробовал сделать то, что Тесла называл disruptive discharge. Это такой мгновенный разряд, которым он получал очень много просветления, очень много энергии и так далее. И я сейчас попробую получить искру. Искру я получаю из вот такого трансформатора TDKS, на который вот тут я наматываю, вот сюда наверх, наматываю вот такую катушку, несколько витков. Нет, такой провод, любой провод пойдет. Что я этим получаю? Это магнитопровод простой. Цена его, я вот купил по 50 рублей 5 штук. Копеечные. Они в телевизорах стоят. И что я получаю? Я получаю следующий шаг. Я благодарен тем, кто сделал катушки Тесла, пользуются бифилярки. Они великолепны. Огромный поток энергии, биоэнергии. Но некоторые готовы идти дальше. Не рекомендую идти дальше тем, кто не освоил вот эту энергию. Обычно тут-то хороший столбик. Но тем, кто готов дальше идти, советую сделать искровик. Это вот такой разрядник. Простой. Тут просто две палки. Ничего нового. Ничего оригинального. Я одну трогаю, вторую трогаю. Ничего. А вот палец в разряд совать не советую, как я. Я просто продемонстрировал безопасность этого тока. Почему он безопасен? Да потому что он не классическое электричество. Я поставил тут вторую катушку сверху. И кто хочет, может почувствовать прямо через экран. Вот этот замечательный поток энергии. Просто великолепный. Родничок. Одна-три минуты и буквально тут столб. Который потом пробивает, работает. Ну, дня три, наверное, точно. То есть не нужно даже каждый день включать. Для тех, кто захочет себе это сделать через повышающий трансформатор и искровик. Вот такой прекрасный, замечательный родничок осознанности просветления. Рекомендую включать по одной-три минуты в день максимум. И с интервалом в два-три дня. Для начала достаточно. Потому что вся квартира будет пропитана этой энергией. Искра пробивает все уровни пространства. Все слои эфира, чего угодно. Темной материи можно назвать как угодно. Важно то, что эта искра выдавливает сюда эфир, скажем так. И дальше от этой искры информация, энергия идет куда угодно. Можно на антенну. Я уже проверял. Это никак не влияет на радиочастоты. Потому что работает на других частотах. Это примерно как гроза. Немножко забивает эфир, но широкополосно. И тот же белый шум, что и природный фон. Минимально. Маленькая искра и вообще никакого влияния на радиочастоты не дает. Но в то же время, если сделать вот так, как я, на любой соленоид, то вот из соленоида тоже идет мощный, мощнейший поток энергии. Поля вращения, аксионные поля, тароидальные поля. Можно называть как угодно. Шипов, окинов, называл это тоже определенными торсионными полями. Не суть. Да. Тут вращается энергия в одной катушке, потом в другой. Потом еще вращается от руганитопровода. Там внутри тоже катушка повышает высокие частоты. Здесь вращается. И еще непонятно, что происходит в этой искре. Тот, кто может почувствовать эту энергию великолепно. Так вот, это шаг номер два. Следующий шаг. Никому не рекомендую работать с этой энергией, если не умеем работать с энергией информационного поля, квантовой энергии. Не важно, как это называть, энергии вращающегося магнитного поля, тароида, который образуется там. Потому что это не просто катушка. Это еще и конденсатор. И Тесла сам говорил, что это конденсатор. Я не рекомендую саму катушку использовать. Я для регулировки ставлю другую катушку с любым конденсатором маленьким. Энергия абсолютно безопасна. Даже после повышения до 20 тысяч вольт, если бы я энергию 20 тысяч вольт вольтаж потрогал от обычной розетки, меня бы убило сто раз. Был бы уже пепел. Ну а здесь мы видим великолепную, просто мягкую, прекрасную энергию. Мне нравится. Но опять же говорю, соратники, не рекомендую новичкам. Новичкам нужно очень аккуратно работать и мониторить свое состояние. Ну а тем, кто продвинутый, это будет очень полезно. Потому что через несколько минут работы образуется сфера такой энергии около 15 метров в диаметре. И этого достаточно для того, чтобы несколько дней не включать вот эту вот штуку. снова весь, не знаю, дом, наверное, наверное, да, даже не квартира, а весь дом пропитается этой энергией позитива, гармонии, наполненности и так далее. Смотрим, запоминаем, делаем ТДКС на Авито по 50 рублей либо из старого телевизора. Катушки, как делать, уже все знают. Добра, соратник, на сегодня достаточно. Работаем, двигаемся дальше. Уверен, все у нас получится. А вот эта энергия она просто наполняет и лечит, и просветляет. Но, повторяю, входить в резонанс не нужно постепенно. То есть, одна-две минуты в день достаточно. Добра пишите в гараж, в комментарии. Там очень много людей, очень интересные идеи подкидывают. Очень полезно всем, кто занимается биоэнергетикой, царительством и просто хочет, чтобы все низковибрационные бяки от нас отлипли. Всякие вампирчики, порчи и так далее. Вот эта энергия просто растворяет все гадости. Весь негатив. Чувствуем, впитываем. Безоплатно. Добро. Это да, человечество, Арнякова Тесла. Чувствуем, работаем и делаем сами. До новых встреч. Добра.